Новость, которая удивила весь город, а некоторых даже возмутила. Платные парковки в Красноярске оказались вне закона. Антимонопольная служба признала неправомерным размещение платных стоянок Красгорпарка. Оказывается, компания заняла городские территории без конкурса и не имела права заниматься обслуживанием парковок. Подробности узнала Алевтина Сасова. У нас очень небезопасно, видите, ДПД. Нельзя так парковаться. Ирина живет в квартире на Перенсона с 1984 года и даже возглавляет совет дома. На каждом собрании соседи поднимают один и тот же вопрос. Дом стоит около дороги, большая часть которой заставлена машинами. Машин много, движения двухсторонние, парковочные, вот припарковывают машины, мешают спецслужбам. Если вы сейчас заметили, вот у нас мусорка вывозила, тоже сложно теперь. Ирина рассказывает, проблема была всегда, но в последнее время стало еще хуже. Теперь на оживленном участке с трудом разрешаются машины и с опаской ходят пешеходы. Жители дома считают, машин стало больше из-за новой платной парковки, что находится прямо напротив открытого двора. Якобы не все автовладельцы готовы платить 30 рублей за стоянку. И действительно, парковка полупустая. А те, кто оставляет здесь машину, говорят, что это от безысходности. Ну, вариантов нет других. К сожалению, иногда рабочая парковка занята, поэтому мы вынуждены парковаться здесь. Сейчас в Красноярске 8 платных парковок. Все отнеслись к их появлению по-разному. Но равнодушным стоянке не оставили ни одного автовладельца. Платные парковки – это хорошо, когда есть, где машину поставить. И на нее очень сложно попасть, потому что я сделала два круга, чтобы сюда встать. На счастье, недовольных работой стоянок на них обратили внимание антимонопольщики. Они посчитали деятельность Красгорпарка, организации, что обслуживает парковки, незаконной. А все из-за того, что землю отдали муниципальному учреждению без конкурса. А в уставе самой организации не прописан такой вид работы. Администрация создала неправовой доступ МАУ Красгорпарк на этот рынок, что привело к созданию дискриминационных условий для других субъектов, действующих на этом рынке, вследствие исключения конкурентной процедуры. Первые четыре платных стоянки появились летом 2020 года. Красгорпарк очередили всего на несколько месяцев раньше. Новая организация взяла на себя работу платных стоянок, а вырученные средства пускает на развитие скверов и парков. Сейчас организация обслуживает 17 пространств. Несмотря на суды и все жалобы УФАС, которые длятся уже не один год, все восемь платных стоянок в Красноярске сейчас спокойно продолжают свою работу. Представитель регионального движения автовладельцев считает, вопросы к законности платных парковок должны были появиться еще во время их проектирования. Занятия мест, которые ранее были построены за счет нас и за счет нас, налогоплательщиков, затем за наши же деньги использовали оборудование, купили, и потом еще с нас собирать деньги. Вот именно из-за этого мы против. В Красноярске с жалобой антимонопольщиков не согласны и будут ее оспаривать. Цель размещения стоянок – это комфортное пребывание населения на общественных пространствах, что согласуется с нашими основными задачами. Очередное заседание между УФАС и Красноярском пройдет 21 февраля. Одним из ответчиков станет и администрация города. Пока же за удобный паркинг в центре придется платить. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал.